Итак, всем добрый день, меня зовут Антон Бышок. Сегодня я хотел бы рассказать вам о фундаментальных основах получения биологии. Итак, условно я взял 4 вида субстрата. Это навоз КРС, кукурузный силос, птичий помед и свиной навоз. Это субстраты, с которыми я сталкивался и они достаточно популярны для применения в Украине. Взял теоретически удобные цифры для того, чтобы посчитать весь процесс. Итак, мы берем 10 тысяч килограмм навоза КРС в день, 30 тысяч килограмм силоса кукурузного в день, 5 тысяч килограмм помета и 20 тысяч килограмм свиного навоза. Мы знаем, что из табличных значений, что сухое вещество каждого из этих субстратов равно вот этим значениям. У КРС это 20%, у кукурузного силоса 30%, у птичьего помета 40% и у свиного навоза 5%. Откуда берутся эти цифры? Ну, их может посчитать в принципе каждый, имея муфельную печь. Берется проба, ставится эта проба в муфельную печь, выставляется температура 105 градусов и удерживается около 5 часов. То есть вы получите на исходе высушенный субстрат, вес которого будет равен, например, 20% от объема пробы, которую вы поставили изначально. От веса пробы, которую вы поставили изначально. Дальше мы умножаем наши 10 тысяч килограмм на 20% и получаем фактическое сухое вещество каждого субстрата в день. Вот, например, у КРС это будет 2 тысячи, у силоса это будет 9 тысяч килограмм, у помета 2, у навоза свиного 1000. Также мы должны сказать о том, что биогаз получается только из органического сухого вещества, то есть из воды биогаз получить невозможно. Но органическое вещество, это сухое вещество, это органическое вещество, которое находится уже на посчитанном сухом веществе. Опять же, это табличное значение, то есть у КРС это 75%, у кукурузного силоса 90%, у помета 75%, у свиного навоза 80%. Как получены эти цифры? Проведен ряд исследований, взяты пробы сухого вещества, поставлены в ту же самую муфельную печь, на температуре 800 градусов и выдержаны 1 час. То есть зола, которая осталась, это и есть это органическое сухое вещество, которое в принципе не сгорает, и из которого в теории мы получаем биогаз. Далее мы умножаем наше уже фактическое сухое вещество на наш процент органического сухого вещества и получаем фактическое органическое сухое вещество в килограмм. По КРС это 1500 кг, по силосу это 800, по помету 1500 и по свиному навозу 800 кг органического сухого вещества в день. Подбивая суммы, мы можем видеть, что общая загрузка на 65 тонн в день, фактическое сухое вещество 13 тонн, органическое сухое вещество 11 тонн. Далее, чтобы посчитать сухое вещество в общей массе, мы должны разделить фактическое сухое вещество на общую суммарную загрузку и умножить на 100%. В результате этой загрузки мы будем иметь 20% сухого вещества. По органике то же самое. Мы делим фактическую органику на общую загрузку, умножаем на 100, получаем 17%. Но так как мы знаем, что насосы могут качать субстрат с сухим веществом 10, 11, 12% не более, если это мокрая загрузка, если сухая загрузка, то насос в принципе может не использоваться. Но мы рассмотрим вариант с мокрой загрузкой. Тогда нам нужно сухое вещество в общей массе уменьшить. Чтобы уменьшить, нам нужно добавить воды. Вот я предлагаю добавить 65 тонн воды сюда, для того, чтобы располовинить и сухое вещество, и органическое сухое вещество. Почему 65? И почему располовинить? Потому что у нас 65 тонн загрузка, добавляем 65 тонн воды, соответственно, сразу сухое вещество и органическое сухое вещество у нас делятся на 2. Далее. Что такое органическая нагрузка, аназим? Это очень важный основополагающий фактор. Она измеряется в килограммах органического сухого вещества, деленного на куб в сутки. Гипотетически я взял резервуар объемом 2800 кубических метров. Это диаметр его 24, высота 6,2. Но в принципе в Украине, наверное, такие резервуары существуют. Это достаточно популярный размер резервуара. Как посчитать органическую нагрузку? Мы должны фактическое органическое сухое вещество в килограммах разделить на объем реактора. В результате мы получаем цифру 3,96 кг органического сухого вещества на метр кубический в сутки. Тоже я должен добавить, что вот эта цифра является основополагающей цифрой в плане перегруза или недогруза реактора. То есть если у нас получается на выходе 1,2,3, то в принципе реактор, если 1,2, то недогружен, если 3, то он нагружен нормально. 4 кг органического сухого вещества в сутки это предельная норма, которую можно нагрузить в реактор. То есть дальше у нас пойдет перегруз реактора, закисление, его перевертывание в теории. Но есть компании, я знаю, которые работают на 6 кг органики, на куб в сутки, но там абсолютно новая технология применяется. Но насколько это практично, пока сложно сказать. Вот это вот теоретически максимальное значение, на котором могут работать все. Далее. Я должен сказать о том, что очень важный фактор в производстве и выработке биогаза это гидравлическое время пребывать. Как вы считаете гидравлическое время пребывания? То есть условно мы берем наш реактор диаметром 24, высотой 6,2, объемом 2,800. И мы знаем, что в день мы подаем, в сутки мы подаем 65 кубов вещества и 65 кубов воды, того 130. Мы делим 2,800 на 130 и получаем, что 21,5 день наш субстрат будет выдерживаться в нашем резервуаре. Если нарисовать график, у которого горизонтали это будут дни, а вертикали это будут кубы, то приблизительно мы возьмем весь биогаз, который вошел в этот участок. Причем это по силосу. У силоса время гидравлического пребывания более 30 дней, поэтому мы заберем за 21 день вот такой теоретически условный объем биогаза. Если мы будем говорить о навозах, то срок гидравлического пребывания навоза намного меньше. Биогаз выработаны из навоза, за 21 день мы получим максимальный объем. Это все, что я хотел рассказать сегодня. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok